Вы когда-нибудь задумывались, почему нам, людям, так нравятся фильмы ужасов? Ведь именно спрос рождает предложение. Наше желание и готовность платить за максимально кровожадное кино подталкивает киноделов пачками снимать одну историю про маньяка и его жертв за другой. Чтобы заставить зрителя пойти и смотреть на бессмысленную резню, изобретаются даже новые жанры, вроде снаф-фильмов, о которых мы поговорим как-нибудь в другой раз. Отчасти объяснить такую тягу к просмотру разнообразных слэшеров, отличающихся друг от друга лишь бюджетами и способами умершления забавы ради, возможно простым анализом нашей природы и истории. Человечество изобрело невероятное количество изощренных способов пытки и продления агонии. Вспомните хотя бы аутедафе или иные формы публичных казней, которые долгое время считались неплохим таким способом развлечь публику. И люди шли, охотно шли взглянуть, как какому-то еретику отрубят голову на гильотине или просто сожгут бедолагу на костре за его отличное от большинства мировоззрение. Человек давно сумел монетизировать смерть и превратить в жестокость не фу, как это мерзко, а вау, дайте нам два билета и ящик попкорна. Подобно тому, как наши предки приходили посмотреть на гладиаторские бои, будто на просмотр футбольного матча с кровью и кишками, теперь мы тоже удовлетворяем свою потребность в жестокости. И это вполне нормально, было бы намного хуже, если бы вернулись в древние века и продолжали ходить как в цирк на публичные расстрелы или казни. Но вместо этого мы ходим в кино на кровавые ужастики, потому что гуманизм, все дела. Теперь смотреть на смерть других людей можно только если это художественный вымысел, и в реальности никто не пострадал. Как оказалось, это сработало, и люди согласились на замену. Разумеется, раз уж в кинематографе такой популярностью стали пользоваться ужасы, логично было затронуть и мультипликацию, которую в принципе глупо считать исключительно детской формой повествования. В мультипликации тоже есть место жестокости и насилию, вот только чем этого больше, тем выше возрастное ограничение. Обилие крови и сцен насилия неизменно выбивает картину из мейнстрима, хотя иногда наоборот, наиболее кровавые работы умудряются завлечь на сеанс только благодаря изощренным сценам убийства. Но к мультипликации требования почему-то предъявляют более жесткие. Большинство аниматоров в связи со строгостью цензурного аппарата предпочитают тренировать свои навыки или же банально создавать откровенный трэш только в рамках мировой сети, тем самым резко ограничивая число потенциальных зрителей. Их творения никогда не показываются в кинотеатре, но вполне спокойно выпускаются на пиратских дисках или лежат в свободном доступе в интернете. Жестокие, кровавые, частенько непонятные и тяжелые для просмотра мультфильмы, цель создания которых непонятна любому обывателю. Я встречал достаточно любителей различных классических фильмов ужасов, которые просто не переносили просмотр тех мультфильмов, о которых я рассказываю в рамках этой рубрики, потому что в таких работах градус бессмысленной жестокости переходит всякие границы. Имеют ли такие работы право на существование? Ну а почему нет, если их все равно никогда не покажут хотя бы на телевидении в каком-нибудь ночном блоке? Просто следует понять, что это именно андерграундная мультипликация, которая не претендует ни на какие мировые награды или хотя бы час эфирного времени. Это сугубо авторский продукт, созданный без каких-либо конкретных целей, вызывающий споры и имеющий неоднозначное отношение к себе. Об этих мультиках никто не просил, но их все равно сделали, после чего нашлась даже какая-никакая аудитория, согласившаяся протестировать конечный продукт на свой страх и риск. Про студию Black Arrow, ответственную за создание двух самых обсуждаемых в сети мультфильмов «Гнилой город» и «Мертвая ярость» известно не так уж много, но немного любопытной информации я вам все-таки выдам. Фактически вся студия принадлежит Фрэнку Судолу, который в одном лице представляет сценариста, художника, аниматора и режиссера, проделывая самостоятельно чуть ли не всю работу, в том числе написание музыки. Мастер на все руки, иначе говоря, не человекоходячая студия мультипликации, если вы понимаете о чем я. В интернете можно откопать большое интервью, данное Судолу некому онлайн-журналу Darker в 2018 году. В нем человек-оркестр подробно рассказывает о том, чем он занимается, почему предпочитает создавать именно такое кино и многие другие подробности своего творчества. Мои анимационные фильмы созданы не для всех и каждого, но они сделаны для взрослой аудитории, которая наслаждается экшеном и кровавыми эффектами. Я вырос на хоррорах в духе классического «Дня мертвецов» Ромеро и считаю такой жанр наиболее интересным. Он отражает не самую приятную сторону жизни, тему пожирания другого живого организма ради собственного выживания, но это естественно для природы, где одни животные поедают других. Мир – сложная штука, и я хочу, чтобы мои мультфильмы отражали эту реальность. Еще до основания независимой студии Судолу работал в команде аниматоров, занимающихся созданием того самого полнометражного мультфильма «Южный парк. Большой, длинный, не обрезанный», а после выхода мультфильма свалил и основал «Блэк Ару», где уже сам себе стал начальником, начав клепать один душевный мультфильм за другим. Одним его творчество симпатично, а другие же наоборот называют авторские проекты Судолу откровенно слабыми, скучными и вообще худшими фильмами человечества, как можно судить по немногочисленным отзывам на кинопоиске. Но, как уже было сказано, любое творчество находит свою аудиторию. Судолу со своими вольными мультфильмами не стал исключением. В российском сегменте интернета действует фанатское сообщество, объединяющее любителей уродливой анимации Судолу, хотя похвастаться большой аудиторией оно не может. На ютубе можно без проблем найти канал «Блэк Ару» и даже криво сделанный сайт, посвященный вселенной мультфильма «Гнилой город». Однако сам творец ведет достаточно скрытный образ жизни. В интернете невозможно отыскать хоть какой-нибудь профиль Судолу в социальных сетях. Да даже фотографию аниматора найти невозможно, абсолютно никаких сведений, способных дать хоть какое-то представление об основателе «Блэк Ару». Давайте на чистоту. Анимация Судолу, мягко говоря, неприятная. Не нужно быть профессионалом, чтобы сразу понять, насколько плоха рисовка и анимация. Нельзя, конечно, не восхищаться выдержкой Судолу и его талантом брать на себя столько работы, практически в одиночку создавая то, что угодно только ему, но просмотр его мультфильмов от этого легче не становится. Из интервью понятно, что Судолу не вкладывало в свои работы никакого сакрального смысла, из-за чего нет необходимости препарировать мультфильмы студии «Блэк Ару» с особой тщательностью. Все, что вам нужно знать, так это то, что 80% того же «Гнилого города» занимает бесконечная резня и стрельба, а оставшиеся 20% отданы для продвижения до смешного примитивной истории, являющейся калькой на всевозможные фильмы про зомби-апокалипсисы. Есть герой, пусть и достаточно нестандартный, есть зараженный какими-то червями мегаполис. Противостояние этого умалишенного героя и толпы зомби занимает собой весь хронометраж. Мясо, кровь, убийство, вот и вся начинка не только «Гнилого города», но и всех остальных мультфильмов Судолу. Это такой кровавый попкорн для глаз, завернутый в достаточно уродливую, но чертовски узнаваемую анимацию, которая не может подходить ни для какого иного сеттинга, кроме изжившего себя зомби-апокалипсиса со всеми вытекающими стереотипами. И то, что я сейчас говорю, даже не мои личные слова. Сам Судолу в интервью признает, что задумка того же «Гнилого города» примитивна. Зачем же тогда продолжать, если столь жестокие работы в итоге не находит откликов? Во-первых, Судолу ничего не мешает заниматься тем, что ему нравится. Он независим от инвесторов, не работает на крупную анимационную студию, он сам себе режиссер, а потому творит, что хочет, даже если это всего лишь резня зомби из фильма-фильм под эпичную музыку. А во-вторых, Судолу держится принципов, искренне веря, что идет за мечтой, работает над собой и улучшает качество проектов. Пусть это и не очень заметно по качеству его последних работ, но окей, давайте допустим, что так оно и есть и пожелаем любителю кровавой мультипликации, работающей по принципу «чем больше крови и кишков, тем лучше», дальнейшей продуктивности. Все-таки выдержка и упорство этого парня удивляют. Что вообще можно сказать про детище Судолу? Ну, они специфические, как вы успели понять. Не надо искать в них какой-либо смысл, сам автор ведь признает, что создает их постольку-поскольку. Если за всю свою жизнь вы не видели ничего, кроме стерилизованных мультфильмов Диснея про принцессы и зайчиков, то анимация Судолу повергнет вас в настоящий ужас. Иначе говоря, слабонервным и детям просмотр такой мультипликации противопоказан. Поаккуратнее, здесь зомби бегут. Но знаете что? Работы Судолу – это все те же развлечения из разряда Аутедафе. Одних от гнилого города тошнит, но другие наоборот посмотрят на нескончаемую резню зомби с огромным удовольствием. Точно так же, как наши предки любили смотреть на обезглавливание или сожжение еретиков. Любой продукт, каким бы он ни казался вам диким, найдет свою аудиторию, будь то кровь и кишки или любовь и цветочки. Одних людей привлекает такое, другим подавай нечто кровожадное, потому что такого требуют природные инстинкты и потребность в сдерживании некой нашей маниакальной части. Осуждать Судолу за создание такой мультипликации вы не можете, потому что людям такое нравится, пусть и не всем. Это не первые потребности искусства, но вы же не кидаетесь с вилами на мейнстримные фильмы ужасов, выходящие в широкий прокат пачками ежегодно, верно? Если люди смотрят какую-нибудь техасскую резню бензопилой, то и гнилой город посмотрят, почему нет? Это всяко гуманнее, чем сжигать массово людей за их мировоззрение и брать деньги за просмотр такого зрелища. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok